Я попросила Горудева поделиться, чем он вчера поделился на японском зуме своей новой реализацией. И это прекрасно, что мы приезжаем к нашему лупу, садханам, к говно-бандири-салуту, но мы получили праздник, но мы не останавливаемся. Вещь про садхану, рупа-рати, рупа-рагунатхи, но кое-что у нас, мы делаем эту садхану, но мы не можем зафиксироваться там. Есть практика рупа-санатана. Есть практика рупа-рагунатхи. В садханатхи. В садханатхи практика, в моем сердце, два раза, вот так. Что практика моя садханатхи практика? Мне нужно понять, что такое моя практика в садханатхи. Это рупа-санатана олицетворяет эту практику. Джананда Махараш, пожалуйста, поделитесь вашими реализациями. Что это моя реализация? Я это сказал, но сегодня вы не сможете конкретить это. Джананда Махараш, пожалуйста, поделитесь вашими реализациями. Вчера я уже сказал свои. Пожалуйста, сегодня выскажите свои. Раде-раде. Раде-раде. Сегодня я очень счастлива, чтобы присоединиться русской сангой. Мы очень счастливы, что вы с нами. Я очень сегодня удачлив, что мне удалось присоединиться к русской санге. Я сказала, что это нам очень повезло, что мы с нами. Сегодня у Джананда Махараджа нет никаких обязанностей, и он может отдохнуть и присоединиться к нам. Вчера Гуру Дев поделился очень глубокими реализациями. Все уже знают, что существует Саддакадеха и Сиддадеха. Саддакадеха все знают, что это материальное тело, в котором мы совершаем нашу Саддана Бхакти. Сиддадеха – это наше совершенное духовное тело, в частности, это Манжари Деха, это духовное тело Манжари, идентификация Манжари. Гуру Дев вчера сказала, что иногда мы очень зациклены на Сиддадехе. Это значит, что мы стараемся на что-то медитировать. Но очень часто мы начинаем забывать использовать нашу Саддакадеху, наше тело в нашей ежедневной практике. И вчера Гуру Дев сказал в конце класса, говорит, я не настолько продвинутый духовно, как Матаджи из Мунгера Ачмандира, Шямаприя и Раса Лила, которые Сева совершают там. Ну, несомненно, Гуру Дев, он просто был в своем смиренном настроении, мы не должны понимать его слова прямо буквально. Но он затронул очень интересный момент. Потому что Шямаприя и Раса Лила, они всегда занимаются Севой, Радамохану Божества. Они каждый раз, выполняя Севу, пытаются почувствовать, что же нужно Радамохану, что он сегодня хочет, что хотят Божеству. И они пытаются почувствовать, какую же Лилу Радамохан Божества хотят сегодня. И поэтому они выбирают, как украсить Божества Радхамохана сегодня в соответствии с каким настроением. Иногда Божества Радамохан находятся в мане, в таком любовном гневе. Иногда Радамохан видят в другом направлении, в другом направлении. Иногда Божество Радики будто пренебрегает Моханом и смотрит на него так пренебрежительно. Иногда Божества будто проявляют больше активность, иногда они как будто более уставшие. И эти матаджи, они всегда находятся вот в таком взаимодействии с Божествами Радамохана, и каждый день они украшают по-разному в соответствии с тем, что они почувствовали от Божеств. Гурдев вчера сказал, что да, я действительно чувствую, что они более продвинуты, чем я. Они чувствуют больше, чем я, они делают больше, чем я. А что я? Я сижу и просто говорю, рассказываю обо всех этих вещах и ничего не делаю. И Шямаприя и Расалила, они всегда заняты служением своих садок, и в то же самое время. Они всегда погружены в настроение, в чувство Радамохана для того, чтобы помочь им в их лилах лучше. Несомненно, они очень удачливы, они очень продвинуты на своем пути. Иногда Гурдев думает, что ученик не является его учеником. И внешне Шямаприя и Расалила являются ученицами Саду Махаража. Но видение Гурдева совсем иное. Он всех своих учеников воспринимает как посланников своего Гуру. И он думает об этих Матаджи, что это Гурдев мой послал мне их для того, чтобы они научили меня, чтобы они помогли Радамохан. И Шрила Прабхупада тоже так иногда говорил про своих учеников. И раньше, много лет назад, я вообще не мог понять, о чем он говорит. И теперь мало по малой начинаю понимать вот это настроение. Я понимаю, что это большая милость. Потому что сейчас мне тоже приходится принимать учеников, помогать людям, помогать ученикам. So this is not my ability, not my attraction, because I have no material quality at all. But someone else is sending me new people to us. И я, Джананда Махаража, говорит про себя, что я, говорит, понимаю, что я не обладаю никакими материальными качествами, у меня нет никакого желания этим заниматься. Но я понимаю, что всех этих новых людей, учеников, посылают ко мне Гурдев. И вчера очень интересный стих, очень важный Гурдев процитировал. Я сейчас прочитаю, что вчера мы читали. Метод поклонения Шри Рупа и Санатана Госвами. Метод поклонения Шри Рупа и Ващнавов идет по пути Шри Рупы и Санатаны, по их пути, в соответствии с ними. Шри Рупа Госвами сам сказал Враджа Локану Саратаха. Тот, кто желает развить любовь к лотосным стопам Радхи и Мадава, должны следовать по пути жителей Враджа, и служить им в своем внешнем теле, в своей Садакадехе, в соответствии с поведением Шри Рупы и Санатана Госвами. И его духовным телем следует следовать по стопам Шри Рупы Маджари и Шри Рати Маджари. И вопрос может встать. Почему в своей Садакадехе нам следует идти по пути, по стопам Шри Рупы и Санатана? А почему в своем духовном теле нам следует следовать Рупи и Рати? Да, очень интересно, потому что есть такое несоответствие. Вчера Гуру Дев объяснил это очень подробно, и я сегодня попытаюсь повторить это так, как я понял, как у меня реализация возникла. Наша Гаудия Сампрадая Это последователь Шри Чайтанья Махапрабху. У нас есть три наших главных ачарии. Санатана Госвами Потому что Санатана Госвами учит нас самбандагьянь. Самбандагьяна means Who am I? Какие у меня отношения с Кришной или с Радхикой? И честно сказать, без самбандагьяны невозможно ничего, ничего нельзя сделать в духовной практике. И многие люди говорят, многие преданные говорят, я уже знаю самбандагьяну, что там сложного, я уже это все осознал. И обычно преданные говорят, ну что тут знать, я знаю, что я вечная душа, я частичка Кришны, то есть я его вечный слуга. Вот вся самбандагья и есть. Это один из самых верных, но это суперфичный. Почему? Потому что в самом деле самбандагьяна начинается, мы решим нашу ласа. Но что такое настоящая самбандагьяна? Это когда мы фиксируемся в определенной расе, во вкусе отношений с Кришной или с Радхикой. Если мы не зафиксировались в этом вкусе отношений, то ни о какой настоящей самбандагьяне речи быть не может. Прекрасно, прекрасно. Сначала нужно понять, кто наш Иштадев. И второе, это какой тип отношений мы хотим развить, в каких отношениях мы хотим быть. Если у нас не зафиксированы Иштадевы, то о каких можно говорить отношениях? Вопрос можно задать после, сейчас Джейнана Махаража закончит свою мысль. Я уже практикую бхакти-йогу 35 лет, а может быть и больше. Я была в Исконе, в Гаудия-Матхе очень долго. Не могу сказать, что я был таким хорошим учеником. У меня был Иштадев, да. Но я его не зафиксировал. У меня было понятие об Иштадеве, но он не был зафиксирован. Если мы не зафиксировали Иштадеву, то сколько бы мы ни практиковали, не просто отношений не будет никаких. Я видел на своем пути в течение этого времени так много старших преданных, кто долго практикует, но у них не был зафиксированный Иштадев и у них не было отношений. Поэтому все их отношения, все их практики это были какие-то санчари-бабы разные приходящие. И иногда они плыли на волнах вот этой сакья-расы, да, говорили, ой, мне нравится, как Кришна. Она общается с Убалом, с Мадумангалом, это так прекрасно. Иногда мы слышим в Ватсалье-бабы, ой, Майя-шода очень красивая, Майя-шода очень любит Кришна, ой, Дамадаре очень сладко. И во время картики, ну это я уже сказала, что иногда они попадают во власти Ватсалье-бабы, когда читают о прекрасных отношениях Мамы Ишода, как она своего сынишку приматывает к ступе, как она гонится за ним. Иногда они слышат, как саки, близкие подружки Радики, такие как Лалита и Вишака, как они общаются с ней близко, да, насколько они дают ей умные и остроумные какие-то советы. И они просто очарованы, такие преданные очарованы сакья-бхавой, и они хотят быть такими, как Лалита и Вишак. А иногда мы слушаем Вилапаку Суманджали или Радараса Суданитхи и попадаем во власть Манджари-бабы и думаем, о, Манджари-баба, так прекрасно. Поэтому многие преданные, просто слушая Катху о разнообразных настроениях, их Иштадев всегда меняется, он не зафиксирован. И тогда говорит, о, Городев тогда говорит, вы просто находитесь, как бы вот нигде. И никто не знает, куда такие преданные пойдут. Поэтому нам нужно зафиксироваться в одной бхаве, и это очень важно. Когда мы только встаем на путь Бхакти, в принципе, без разницы, с кем мы общаемся, мы можем читать все шастри и общаться с тем, кто есть рядом. Но когда мы утверждаемся по-настоящему в этой Самбандагьяне, когда мы определяем вот эту расу желанную, мы уже не можем общаться со всеми подряд и читать все подряд книги. Когда мы фиксируемся на одной бхаве, когда у нас вот эта стай бхава, да, постоянное настроение появляется, то мы должны быть однонаправленными, медитировать на определенные лилы. И Санатана Госвами объясняет нам, что такое Самбандагьяна и о важности фиксации на одном настроении. Но недостаточно лишь одной Самбандагьяны. Нам нужна практика, нам нужно служить нашему Иштадеу. И в своем настроении мы должны следовать. вечно совершенным спутником Гришны в Духовном Вриндаване, нашей Гурудеве. Если мы хотим развить манджари, бхаву, настроение манджари, мы должны следовать по стопам настроениям Рупа Манджари. А кто следует Рупи Манджари? Это Туласи Манджари. И в своей царапе мы должны первонаперво утвердиться в своей Самбандхе при помощи учения Шиласанатана Госвами. И потом уже следовать в своем настроении, когда мы утвердились, следовать уже Рупе Госвами и Рупе Манджари. И практикуя Рагануга Бхакти, мы должны следовать по стопам Рупа Манджари и Рати Манджари. Это теория. Но как нам это все применить в нашей каждодневной жизни? Вот Гурудев-то сразу. Сразу у него столько восторга. Как же это внедрить в нашу повседневную? В садакадэхе ум всегда убегает. Шайтан опять говорит, ум не должен общаться, быть под воздействием вот этих демонов, которые отвлекают этих шайтанов. Поэтому нужно совершать в своей садакадэхе постоянно служение, чтобы ум не отвлекался, чтобы он не попадал под власть демонов. И это служение должно быть в ваших отношениях, в вашем вкусе, в вашем цвете. Можно маленький вопрос? Вопрос? Question? Можно, да, Гавин Дамахи? Ну да, да. И кто еще хотел задать вопрос, тоже можно задавать уже. У меня по вчерашнему зуму японскому, где Махараш говорил о том, вот эту разницу, как в Риджабасе живут. То есть для них Кришна и Рада это не Бог. Для них они вот, их родные, их любимые, семейные там, детишки их. И вот в этой связи, знаешь, Гавин Дамахини, у меня такой вопрос, что как бы, я не знаю, может быть меня даже на вашем месте я бы выгнал такого. То есть я думаю, что вот когда говорят, что те чувства, которые мы имеем, да, в этой жизни, как смертные люди, да, в этом материальном мире, что как бы они, они непригодны. Я как бы хочу, ну, опротестовать это. Потому что говорится, что Рады и Гавинды, они же пришли в материальный мир, да. Это, знаешь, хорошо понять, это греческая мифология, да, она схожа, это же все равно ведическое на самом деле, да. И говорится, что они мечтали, чтобы, знаешь как, не знать ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, да, в полном забытии. И вот этими, да, земными эмоциями как бы прочувствовать и вот эту любовь, да, понятно, что божественную, да. Но ее именно вот нашими чувствами, а нам как бы, да, вот я отовсюду слышу, да, это читается, что это все, эти чувства надо там обрубить, это все не то, это все. И вот Махарадж, да, вчера буквально на зуме на японском, он говорил, что, ну, то есть они живут как люди обычные, то есть для них Кришна просто член семьи, да, божества и штадевы, это просто вот мои там Лала, Лала или моя Радочка. Ну, то есть мы, ну, я думаю, что те, кто говорят, вот, знаешь, как ведут или призывают такая проповедь некая, я думаю, они не знают предмета, ну, вот мое мнение. То есть, что якобы какие-то в нас должны духовные эмоции, знаешь, проснуться, где-то они там у нас есть, и вот мы когда-нибудь именно там начнем чувствовать. Я думаю, это, ну, как бы в корне, ну, вот мой вопрос, как бы, ну, как вот. Ну, это, наверное, как вы, ну, не то, что вопрос, а вот просто как вы поделились, да? Да, ну, да, вот мои, как бы, сомнения, можно так вот, что, и что действительно мы должны этими же, ну, то есть, а какими чувствами я сейчас слушаю Джайананду или тебя, или Садху Махараджи, да? Да, у меня нет другого набора чувств, да, я вот ими, да, возможно, знаешь, как, если они не направлены на Кришну, да, то они как бы материальны, да, они там жадностью, похотью, ну, там, завистью чем-то окрашены, да, примешаны. Но если я слушаю, как бы, да, Радхи Гавинги, то тогда, как бы, они постепенно, да, они будут, ну, объект, да, будет меняться, то есть, Кришна будет, но и любить его надо вот нашими чувствами. И это вот, кстати, Махараджи очень, ну, как бы, в поддержку моей, как бы, скажем, теории, да, вот, мысли, то они любят, а вот они его, он для них не бог, они не знают, это пурномасия, она же у них забирает память, они не знают своей, там, да, своей божественности, своей силы полной. А нам говорят, что мы какие-то, вот, некие мифические духовные чувства должны, да, воспитать, открыть их, получить, и потом мы начнём, как бы, жить духовной жизнью. Ну, я думаю, что, ну, как бы, моё мнение, что мы, ну, как бы, должны тем использовать, как, знаешь, как Рагунатха и Рупа, он говорил, что мы же, он уму, он уму, материальному уму молится, да, вот Манаха Шикша, то есть, у него другого нет, у нас нет другого набора чувств, включая ум, да, король этих всех чувств. И вот, ну, как бы, вот, такое моё, вот, если можно, и может быть… Хорошо, попытаюсь, да, выразить это. Я вижу, вижу в чате вопрос, сейчас мы с этим закончим вопросом, потом обязательно вас зададим вопрос, да, про ситха, про Нали, про Гуру, очень это важно, конечно, мне кажется, услышать от Гуру Дева, но сейчас мы вот, да, вот это закончим и потом зададим. Гуру Дева, Рада Рада, Радха Говинда Прабу, он очень inspirирован от вашего вчера, где, в конце концов, вы говорили, что Раджаваси, они живут с Иштадевом, как, с их домашним, они полностью полностью оченьelle, в родственки, в каком замен Honor Townе. Они живут았어요, где они живут с Иштадевом, как, с их домашним, вarentиновым, с их домашнимheid, с But yesterday, Radha Govinda was very happy to hear that we can use our normal feelings, because they're a little bit spoiled by this material, things like anger, like lust, and all these things. But when you give these not-so-pure feelings to Ishtadev, these feelings become pure, and it's tasteful for Ishtadev, probably. And also he's saying that Radha and Krishna, they are coming to this earth, yes, where the lust, where this anger, where these all material things, they're present, but they come here to this not-perfect world to feel this non-all-pervading feelings, to live like normal persons, to know only this moment. They're not all-pervading, they don't know their divinity, they're living like normal persons, and for them it's relishable. So probably for them will be relishable also our feelings. Of course they're contaminated, but when you try to give what you have with pure intentions to Ishtadev, they will be happy also. Actually, Narana Maharesh said, locals, like locals, but locals, 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 locals. Локика Самбанды — это значит забыть, что Он Господь. Забыть, что Он Господь, иначе может быть. И именно Локика Самбанды развивает наше бхакти, наше чувство, нашу преданность, настоящую сердечную преданность. Очень естественно. И Шила Прабхупада говорил, что совершенство достигается посредством преданного служения. В нашей повседневной жизни каждый день совершает что-то, какие-то действия в преданном служении. Имея Самбанду, имея эти зафиксированные отношения. Самбанды — это очень возвышенные вещи. Это можно сравнить с тем, что такое самбанды, настоящая утвердившаяся. Это как женщина, когда она стала матерью, а больше ни секунды своей жизни она не забудет своего ребёнка. И также утвердившийся в своих отношениях, он не может забыть свою сварупу, даже находясь в любой ситуации в жизни, в обычной, в мирской. И когда Гурдев вам даёт эту сварупу, да, и говорит «ты рада даси», то почему вы забываете её, находясь в различных ситуациях в вашей повседневной мирской жизни? Если вы не будете забывать о своей сварупе, да, в течение вашей повседневной жизни, всегда будете помнить о ней, находиться в ней, то что вас ожидает тогда? Вас ожидает сварупа ситхи — обретение совершенства. Потому что это возможность сатану ситхи — обретение о себе в вашей повседневной жизни. Сатана — Садхана, 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 садхана. Потому что видны, сердцами есть, тела, и тела — очень удобно выходить. Gurudev, why it is easy to go out when you are making devotional practice in Saddakadev? Devotional is only false. The mind is so clever, satan is so clever. They say so many things to you. Don't try to know details. You know this, that shaitan can cast to me also. Shaitan from your glory is a shaitan. Shaitan is a false ego. I see. Gurudev says that shaitan, why it is a false ego, which is a false ego. What is devotion then? When you are not fixed in yourself. If you don't forget yourself, you are not devotion. Your devotion is gone. You start out. identifying something else, what you are not trying to do. This is shaitan acting. And mind is acting like this, no? And then we behave like that. Because my brow is not fixed, Когда это происходит, когда наша бхава не зафиксирована, она вот тарала, то есть она туда-сюда гуляет, она не является постоянной и зафиксированной. Саддак Дея – это место для теста. Как Вы объяснили, Гур Деф, я не понимаю. Я не могу объяснить, но я не знаю, что это не очень хорошо. да, Гурдав говорит мне сложно объяснить подробно на английском, тяжело подобрать слова, поэтому Джейнанда Махарадж сейчас попробует эту мысль или Гавра Чандра Прабу поможет нам эту мысль понять подробнее на английском Гавра Чандра Гавра Чандра, can you repeat Гурдав this sentence once again clearly Наша Садакадеха это место теста где тестируют зафиксирован мы в нашей Баве или нет потому что это ложное эго этот шайтан он всегда находится в уме да, ум нас отвлекает и в разные стороны нас бросает материальная энергия такая у нее природа что она всегда нам дает какие-то вызовы какие-то новые проблемы это как школа мы делаем наши домашние задания нас проверяют всегда зафиксированы ли мы в своей расе в своих отношениях и вот Джананда Махарадж да, он очень вначале правильно подметил что действительно многие преданы говорят ну конечно я знаю самбандагьяну я знаю кто я мы знаем да самбанду посредством вот этой шлоки да, что Кришнера нитя даст что всем мы даст и Кришна но в каких отношениях в каких чувствах какое мое настроение как я хочу любить божественную мечту и тогда только это истинная самбанда это то, что нужно практиковать садакадэхи да, в стихе говорится о том, что все, что мы практикуем на стадии саданы мы достигнем на стадии ситхи но что это значит? что это значит? если я делаю львы галланды здесь в моем садаке значит ли это, что если здесь я занимаюсь тем, что нанизываю гирлянды в духовном мире я тоже буду собирать гирлянды? если я просто сижу и нанизываю гирлянды при этом не имея чувств не имея вот этой внутреннего вот этой жажды совершать это служение то нет, я в духовном мире не буду эти гирлянды делать даже если я собираю гирлянды для божеств без чувств это просто карма или просто вайди-бхакти просто нарабатываю сукрити но что можно назвать настоящим служением настоящим преданным служением это когда что-то делим используя также наше сердце нашу жажду наше желание сделать это для возлюбленного божества Гора Чандра Пабу очень хорошо объяснил в любом нашем преданном служении нам нужно использовать сознание и использовать чувство вчера Городев рассказывал про семейство Враджаваси во Бриндаване которые реально они просто думали что Кришна это мой сын потому что они были зафиксированы в Ацали Расе для них это было очень хорошо но для нас ведь мы хотим быть в Манджаре что же нам делать как нам практиковать в ежедневной нашей жизни что нам представлять вот чем дело объясняй объясняй мы помогаем Гуру Манджаре мы помогаем нашим Радамоханам в их лилах да, запись будет наше настроение должно быть такое что мы хотим помогать каждую минуту хотим помогать Радамохану и нашей Гуру Манджаре к примеру, если мы находимся на Арате и видим Божество мы воспринимаем это Арате тоже как будто бы я служу прямо сейчас Радхи и Мохану например, утренние Арате это утренние лилы когда Радхи и Мохан просыпаются вместе в Никунже и им нужно возвращаться назад в свои дома и мы должны находиться рядом быть готовыми послужить Радхи и Мохану и каждое Арате происходящее время дня это определенная лила в которой мы можем помочь чем-то Радхи и Мохану например, в повседневной жизни нам очень много приходится готовить да, вот мы просто кто но также мы должны думать о, это прасада я должен я готовлю с Суаминей или Суаминей приглашает мне это как нужно воспринимать эту готовку да, повседневную нужно думать я готовлю вместе со Суаминей или Суаминей приказала мне сделать что-то что потом она унесет своему возлюбленному в Нандагаум иногда нам приходится убирать делать уборку, стирать мы можем медитировать что мы убираем Кунжу вместо Радхики даже когда мы убираем у себя дом но если в этом доме стоят божества или даже изображения божеств то это дом Радхи и Мохану например, скажу про свою ситуацию я делаю такие классы где мы делимся и я делаю это по приказу Гуру Дэву Я совершаю свою Севу ради Рада Мохана для того, чтобы порадовать Гуру Манжари Мы как одна большая семья как большая команда которая служит Рада Мохан Мы не должны соперничать друг с другом мы не должны завидовать друг другу Если кто-то служит наше Гуру Манжари лучше нас или просто служит мы должны быть очень счастливы просто этим фактом Например, сейчас я не могу служить напрямую Гуру Дэву лично к сожалению Я очень неудачлив потому что не могу напрямую служить Гуру Дэву сейчас Я не могу напрямую служить Гуру Дэву я очень несчастлив далеко нахожусь но в Мунгер Мандире находятся Мангала Арате, Раса Мадури и Гачандра они могут служить Гуру Дэву лично и я очень счастлив от этого потому что мы служим не один на один мы все в команде как и в духовном мире все в Манжаре они все одна команда и мы здесь тоже как одна команда как одна семья и должны радоваться друг за друга когда у кого-то какие-то возможности появляются например Гопинат Прабу он занимается менеджментом постоянно помогает организации всего происходящего у Гуру Дэва и я не могу сейчас этим заниматься поэтому я очень благодарен ему очень благодарен за все что он делает или Гопика Диди она служит Гуру Дэву лично я не могу сейчас ему лично слушать но я так благодарен Гопике за то что она делает для моего Гуру Дэву или Раса Лила она заботится о Гуру Дэве о его здоровье и кормит его я не могу этого делать сейчас но я так благодарен ей что она все это делает для моего Гуру Дэва так ей благодарен и когда я общаюсь с преданными я должен прежде всего думать что я могу сделать для этих преданных как могу им послужить чтобы мы все вместе могли служить Рада Мохану лучше и я очень часто да всегда вдохновляю других преданных посетить быстрее ехать Мунгараж Мандир потому что я вдохновляю всех ехать в Мунгараж Мандир встретиться с Гуру Дэвом пообщаться с преданными там потому что они такие возвышенные Мы никогда не должны находиться мы никогда не должны находиться в этом ума настроении хозяина управляющего кем-то мы слуги более того мы служанки мы служанки свамини нашей госпожиши Мати Радхики мы следуем Рупи Манджари и Рати Манджари но у нас есть эти материальные чувства потому что у нас есть материальное тело может столько соблазнов приходить каких-то отвлечений нас может куда-то тянуть в любой момент может прийти такое чувство я бы хотел насладиться чем-то какой-то ситуацией каким-то человеком чем-то таким что это для моего наслаждения ничего там плохого нет могут такие чувства прийти поэтому пока мы не зафиксировались в своем вкусе отношений с Гуру Девом и с Радом Моханом в любой момент мы можем пасть поэтому первонаперво следует зафиксироваться в своем постоянном настроении с Гуру Девом и с Радом Моханом и несомненно нам нужно общение с преданными которые с нами на одной волне с единомышленниками если мы одни находимся практикуем это очень сложно потому что в любой момент может прийти это ложное эго это притяжение нас куда-то потянуть может с непреодолимой силой Гуру Дев иногда объясняет очень-очень тонкие вещи для нас потому что мы такие грубые у нас это грубое материальное тело и эго превалирует поэтому нам очень легко забыть свою свою руку когда ум зафиксирован в одном месте когда ум зафиксирован и сосредоточен на одном тогда это продуцирует пхаву и это пхава это пхава творит чувство а чувство творит сварупу как хвов сварупа 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 это цель нашего живого прабху пхава в слове сварупа 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 сварупы всегда яVIS вижу мою свам犯 когда сварупа не сварупа сварупа Наскредит доставлю И сварупа, после того, как она зафиксирована, уже вы будете двигаться к сварупа-ситхе. И об этом говорил Прабхупада. Он в Бхагавадгите говорил, что сварупа и сварупа-ситхи — это цель практики. И когда вы зафиксировали в своей сварупе, вы видите Радхику везде в вашей повседневной жизни, вы везде видите Радхику. Но если вы не зафиксированы в отношениях с Радхикой, то вы будете видеть всё, что угодно. И сварупа-ситхи — это ничего, чем перфекция. Перфекция — это не выходит из вашей сварупа и вашей горы. его служение и никуда не отвлекается, не выходит из этого состояния. И это не выходит из Гуру Манжари. И тогда что происходит? Тогда всё вокруг преданного начинает меняться, потому что сама Гуру Манжари начинает творить вокруг преданного благоприятные условия. И с вами не подталкивает тоже всё происходить так, как будет благоприятно для развития сварупы и сварупы-ситхи. Сами мы не можем создать эти благоприятные условия вокруг себя. Но Гуру Манжари и Радхика могут. Сами выходит сми. Сами будет амблицейнг. И вы там будете. Вы совершенно верны. И тогда чайта contributed. Это опять это опять. И снова начинает вытаскиваться. Вы видите? Шатан дает опять. again. No, no, no. It's too early for you. Again, it starts from there. Gurudev, from what stage shaitan can bring back? From this stage where Radhika is pushing? And then we influence with the shaitan, you know. Then he brings back again. Then again we start. And when we become close again, shaitan becomes more, you know, when you got the shaitan, more shaitan are disturbing you. More shaitan, more evil souls will come to disturb your shaitan, not get shaitan. If you get back, you're done. More, more problems. Gurudev говорит, что Radhika, она как будто будет освещать ваш путь. Она будет говорить, смотри, твой путь, он, я освятила твой путь, вот, иди по нему, иди к стадии совершенства, она будет сама помогать. Вот Gurudev говорит, что это shaitan, это ложное эго, оно вплоть до стадии сварупа ситхи, оно может нас, как бы, да, хватать и назад оттаскивать, да, потому что этот ум, он не хочет, чтобы мы достигли совершенства, он всегда будет пытаться нас, как бы, да, назад. И shaitan, это что, что такое, это когда вот этот короткий путь, который нам наша гуру Манджари приготовила, да, он говорит, нет, нет, ты что думаешь, он такой лёгкий и простой, нет, он показывает, как будто бы путь очень длинный и сложный, то есть он нас запутывает. Сырак. 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 So, we have to always live in the mercy and to keep the mind in our feeling, in our bhава, in our that I can stay in and through the practice that that I can one point in my and or my that that is keeping on and that is our movement of our life. Крудеф, the sound is blinking. Huh? The sound is not not good. It's like going coming and going the sound. Going to our city. So, this is what I'm saying. and the testing field, the match, we are in the match that we can win or not. Testing. Testing. It is a physical, it is a testing place. We will lose or we will win. And Gurudev говорит о том, что нужно практиковать, всегда концентрироваться на чувствах, концентрироваться на баве. И всё, что мы делаем, нужно наполнять этими чувствами, иначе просто смысла нет. И вот этот шайтан, это ложное эго, он всегда будет пытаться нас отвлекать. И вот это тело садакадеха — это место теста. Садакадеха тестирует нас, что мы делаем в своей духовной жизни. И мы выигрываем или мы проиграли. Махараджа, как нарядить этого шайтана в одежде кинкари или манджари? Рада Говинда is asking Gurudev, how to dress this shaitan in манджари dresses, how to make this shaitan friend and helper. When we become манджари is a shiddha. Before not becoming манджари this happens. when we are in shaitan there is is not place there. Ah, там, где манджари этого shaitan не может быть. То есть он только там, где sada kadeha. Вот. sada kadeha это место для shaitan и он туда приходит отвлекатель. Very different different game. You understand. You see, you meditate here wondering how and you thinking that time rather after class finish others will start doing different different job. why they have to do something. But doing time what you are thinking and what you are practicing at that time that is the value. Да. И Гурадев говорит, что да, вот мы сейчас слушаем класс про манджари баву и так все вдохновлены и сосредоточены. Но когда мы сейчас выйдем из этой конференции, что начнется? Начнется повседневная жизнь, какие-то обычные дела, отношения, беседы. И самое главное, что мы будем думать? Хорошо, мы делаем разные вещи, но что мы будем думать во время того, как мы совершаем все эти разные вещи, общаемся. Вот в чем дело, на что внимание свое обратить, где мы находимся во время всех этих посторонних вещей. Проверьте сознание, где вы находитесь, как долго находитесь. что такое сознание? Это практика и действие. сознание, что такое сознание? Это Что такое сознание? чайтание, то есть когда вы находитесь в этом сознании духовном, то вы с чайтанием, значит. при помощи чайтании мы можем служить Радамохану, говорит Джейнанда Махараш, то есть при помощи этого сознания духовного. Рады, рады. Спасибо, баба. Спасибо, Джейнанда. Спасибо. 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 Это очень, очень, очень важная вещь. Мы должны практичить, и я рекомендую Джейнанда Махарай, этот Манасикша, он должен создать книгу в Западе, и деталей на двух сторонах, потому что Ананда и Баба, он пишет для Синдадея. Вы должны написать в семье, сколько нужно делать. Кто живет в Восточном мире, с различными инструментами, как это приводит к Баба. Это ваша responsabilность. Вы должны приводить из того, чтобы приводить их, чтобы приводить их. И это большой блок, чтобы не достигнуть этого. И когда много времени они практичат, и они работают, и практичат, это не понятно. как бы у них духовная практика туда-сюда, и для них эта книга будет очень важна. Да. Да, мы ждем этого книга. Джейнанда Прабу, у меня есть твой Пряма Бхакти Чандрика, и вместе с Нандарани мы хотим переводить в русский. Джейнанда. Для Рага Бхакт книги очень-очень важны, поэтому будем очень ждать эту книгу. Я сказала, что мы на русский Пряма Бхакти Чандрику с комментариями Джейнанда Махаража будем переводить. И это должен быть книг, чтобы люди всегда читали, все время. Они могут читать это в нашем, как книжечку, книжечку, монасты. Он говорит, сделай тоненькую книжечку, маленькую, чтобы как карманная была, чтобы всегда носить. Да. Олег Кришна, Габрина Махини, вы забыли, в чате здесь еще вопрос ждет. Да, я помню, но мне кажется, просто этот преданный, он уехал, и я хотела бы просто, чтобы он, ну, на видео хотя бы показался Гуру Деву, а то так анонимно получается. Да? Гуру Дев, да, Да, в следующий раз. чтобы он сам присутствовал, потому что важен не столько ответ, а сколько, ну, коннекшен какое-то, да, взаимодействие, чтобы его, чтобы они познакомились, он задал вопрос. спасибо. Спасибо. Спасибо, Гуру Дев. Спасибо, Гуру Дев. Спасибо.